Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих друзей и вас, подписчиков, в том числе тоже друзей, я хочу показать вам один из вариантов изготовления синели дома. Вы неоднократно меня уже просили и спрашивали об определенных возможностях, как ее изготовить самому. При детальном вот рассмотрении той синели, которую я приобретал в волонтерейном магазине, я для себя изготовил самое простое приспособление, которое только лишь возможно. У меня есть очень много всевозможных приспособлений для того, чтобы делать разную синель, но учитывая то, что в основном я изготавливаю стримеры и для окуня, для хищников, то возникает необходимость иметь определенную величину моей, скажем так, ворсы, которая преобладает в этой синели. В продажах ее нет, поэтому я это изготовил под себя. Буду вам показывать самый простой вариант. Вы уже будете для себя изобретать сами. В принципе-то у меня еще три разных приспособления имеются в наличии, но в данный момент они вам не нужны. Я беру самый простой вариант. Мне необходима длина приблизительно 5 сантиметров синели. Если необходимо больше, берете не зубочистки, а возьмете, допустим, шпилька или ость от зонтика, или две спицы для вязания, любой или две, допустим, для шашлыков, вот такие тоже продаются в 3-4 раза длиннее. Можно использовать каминные спички, все что угодно. Почему две? Вы в процессе изготовления сейчас все увидите. И нам понадобится для того, чтобы потом скручивать, обыкновенная нитка, но достаточно крепкая. Весь смысл заключается в чем? Как вы видите, я закрепил нитку. Вот она у меня идет с одной из сторон в прорези. Если вы хотите изготовить в 2 раза меньше, чтобы была лохматость, можете завести 2 нитки. У вас сразу на одной заготовочке получится 2 синели. Давайте сейчас в процессе изготовления я вам все объясню. Как вы поняли, мы закрепили в тиски, можно просто в обыкновенные тиски, с трубциной, чем угодно, но вы можете изготовить это дома сами. Зачастую, вот я сейчас вам так покажу, чтобы было видно, продается вот такой люрекс. Он несколько мягковатый для изготовления, и узкий, определенных, допустим, стримеров и украшений. Но есть еще вот очень древнего такого происхождения. Вот такой люрекс на вот таких катушках. Это для специальной, будем говорить так, раньше применялось лет 30 назад, для вышивки машинной. Это достаточно жесткий, хороший люрекс. Поэтому вы сами для себя подберете ширину, цвет, расцветку, все, что вам заблагорассудится. Давайте мы сейчас рассмотрим, ну, несколько, не совсем хороший для вас способ, но я вам покажу, какая есть трудность при использовании, допустим, вот такого жесткого люрекса. Вот такой мягкий люрекс, изготавливать из него всевозможные синели, это милое удовольствие. Поэтому можно изготовить из этого, можно изготовить из этого. Давайте для удобства я вам сейчас покажу, чтобы можно было разворачивать катушку удобно, и наматывать. Я беру без всякого, допустим, какого-то для себя порядка, закрепляю вот в одном месте, промотал так, чтобы у меня люрекс мой не проворачивался. Можно закрепить его и вот таким планом, чтобы он у нас никуда не уходил. Можно его подхватить клеем, ниткой, чем угодно, это уже не имеет значения. Мы закрепили с вами люрекс. И теперь берем и начинаем нашими тисками, или же вручную, или тисками, как вам будет удобно, то есть у кого какое будет приспособление. И начинаем аккуратненько, виточек к виточку, наматывать наш люрекс. От того, какое количество мы с вами намотаем, у нас будет зависеть наша лохматость синели. Процесс этот длинный. Давайте я это изготовлю без записи и потом продолжим дальше. Вот мы с вами накрутили определенное количество люрекса. Также я между двух зубочисток ввел конец остаток люрекса и его поджал. Подтянул немножко нитки, ровно столько, сколько мне необходимо, допустим, для того, чтобы ее сложить вот так пополам нам. Подтянули. Достаточно. Теперь, для удобства, как хотите, это вот, допустим, самый простой вариант, есть еще и изготовление методом плетения. Кстати, Виталтас, это лично тебе, чтобы ты знал, вот эта прорезь, которая у тебя имеется в твоем приспособлении, точно так же туда ты вставляешь проволоку, леску, все что угодно и можешь изготавливать, обматывая свое приспособление, как в Мэйджик Ту, изготавливается на деревянных этих ваших палочках. Вот мы промазали немножечко клеем, лаком, как хотите. Если по каким-либо, и я беру, но обыкновенное способление, можно взять даже не из этого набора, можно взять просто обыкновенный пиродержатель и изготовить так, как нам нужно скрутить. Так, и теперь я беру, поджимая, вот так отвожу опять, поджимаю, так, чтобы совсем-совсем немножечко подхватился мой клей. Совсем-совсем чуть-чуть, чтобы было мне удобно работать. Можно и не промазывать. Теперь, что нам остается? Нам остается только лишь. Если мы вкладывали одну нить, значит, мы должны с вами разрезать с противоположной стороны вот так весь люрекс. Но для того, чтобы он в таком положении у нас не рассыпался и никуда не убежал, нам необходимо будет наклонить с вами нашу заготовку или же взять в руки. Если нет возможности нитку провести, можно потом после выполненной вот такой операции спокойненько нити-вдеватель, как вы видите, он проходит на достаточно глубину и достаточно легко. Подберете себе сами. И теперь я беру дальше процедура довольно-таки простая. Опускаю вниз, убираю с тисков, подхватываю вот так, как вы видите, под своим весом, чтобы находилась у меня вся тесьма и разрезаю ее и закручиваю. Больше никаких здесь, как вы видите, проблем и вопросов нет. Ну и давайте теперь скрутим и сготовим. Вот, друзья мои, я разрезал нашу половиночку там, где она крепилась. Я еще подкручиваю. Как вы видите, вот достаточно крепкая и практически одинаковой длины наши волоски готова вот такая синель для хищника. Для того, чтобы, понятное дело, она не распустилась, ее необходимо сразу закрепить нам на изделие. Это вот самый простой вариант, тот, который мы с вами можем изготовить дома. Пробуйте, экспериментируйте с разными вариантами. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров... Редактор субтитров...